МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро, дорогие друзья! Мы Влад Портнов и Светлана Знарева. Рада приветствовать вас этим утром. Сегодня 11 апреля, среда. Тем для разговора этим утром многое. О здоровье, о спорте, воспитании и развлечении. Не откладывая в долгий ящик, начинаем. Детские фантазии. Почему нельзя запрещать ребенку придумывать и мечтать? В стиле. Исправить горбинку на носу можно и без операции. Приятного аппетита! Вкусно, быстро, оригинально. Очередной рецепт к вашему столу. Все дети любят мечтать и фантазировать. Иногда это расстраивает родителей, ведь часто кажется, что ребенок специально вводят в заблуждение. Стоит ли бороться с буйностью и воображением малыша? А самое главное, как отличить ложь от фантазии? Разберемся вместе. Мир детской фантазии огромен и многообразен. Психологи уверяют, дети начинают фантазировать после двух с половиной лет. Поэтому именно в этом возрасте важно читать им сказки и играть с предметами-заместителями. Они и сами любят рассказывать о вымышленных героях и сочинять интересные истории. В этом случае ребенка необходимо просто выслушать, не отмахиваясь от его фантазий. А еще важно не критиковать, уверяя, что все это просто не может быть. Хороший на самом деле процесс, когда сам ребенок придумывает. Есть такое, что современно сейчас детям дает все готовое. Оно дает готовые игрушки, готовые домики. Если вспомнить наше детство, мы играли с чего? Листочек у нас уже там было тарелочкой, спичка, которая в луже плавала, это был кораблик. Когда мы на самом деле из того, что было, могли придумывать, могли в этом быть и в этом жить. А ребенок, когда ему дает что-то очень готовое, то это блокирует на самом деле вот этот его естественный процесс фантазирования, образного мышления. Но порой отличить фантазию ребенка от реальности бывает довольно сложно. Иногда дети намеренно сочиняют небылицы. Если ребенок не говорит вам всю правду, значит он заранее знает, как вы отреагируете на нее. В этом случае нужно обратиться к психологу. Ребенок, он очень некален, он сам себя корректирует. На самом деле, через такие продукты, да, сказки, когда он сочиняет. И это один из техник, когда мы сами говорим о том, чтобы сочинить сказку с ребенком. Потом это проигрываем, таким образом какие-то процессы его корректируем. И здесь, если что-то такое с ребенком происходит, важно, конечно, разбираться и помогать ему. Потому что ребенок это делает не просто так, не от вредности, не от плохости, да, просто, что по-другому он не может. Фантазия – это свободный полет воображения. Ребенок нуждается в подобных эмоциях. А вы должны просто разрешить ему это. И кто знает, возможно, в вашей семье растет великий ученый, самобытный художник, смелый изобретатель или талантливый писатель. Сейчас анонс программ на ТНВ, выбор большой. Вам будет из чего выбрать. А можно Гулю? А что такое? Мне хотелось бы лично. А Гули нет дома. Она в деревне моих родственников. Почувствовала себя неважно, пришлось отправить. А что случилось? Умирает бабушка сестер Ростопченых. Начальник госпиталя Мартынова обвиняет Зою в умышленной порче оборудования, повлекшей смерть пациента. Ее арестовывают. Муся знакомится с пленным французом Стефаном. Тот влюбляется в девушку. Я вернусь. Смотрите сегодня в 12.00. Один из самых ярких, шумных и веселых праздников тюркского мира. Его традиции уникальны, его обычаи удивительны. Навруз, история и современность. Смотрите сегодня в 13.00 на ТНВ. Руководитель фольклорного ансамбля «Кряшин-Берминчек» Артур Поляков пришел в гости не один. Он представит свое видение знакомого всем рецепта. Я предлагаю тебе сегодня сделать начинку из квашеной капусты, лун и квашеной капусты. А я буду делать из свежей капусты. Думаете, что приготовить? Тогда не пропустите «Секреты татарской кухни» сегодня в 14.00 на ТНВ. Как настроить связь на свою волну? Продвинутые пользователи мобильной связи получили возможность настроить тариф под себя и платить только за то, что действительно нужно. Кому это будет интересно и как собрать свой идеальный тариф, выяснял наш корреспондент. Поговорить с близкими, ответить на деловое письмо или выложить селфи в Инстаграм. Для каждого смартфон – индивидуальный помощник, а потому и тариф каждому нужен свой. Например, Венера работает риелтором и всегда должна быть на связи. Кроме того, ей нужно много мобильного интернета. Приходится обмениваться с заказчиками объемными файлами. Интернет и минуты очень для меня важны. Порой минут мне даже не хватает. Чтобы каждый мог получить свой идеальный тариф, мобильный оператор Теледва запустил новую тарифную линейку. Как рассказал директор казанского филиала Теледва Марат Кабанов, тем, кто ценит готовые решения, компания предложила ряд удобных тарифных планов с разным набором услуг. А самые продвинутые юзеры теперь могут настроить тариф самостоятельно – в салоне связи или в личном онлайн-кабинете. Я думаю, что возможность настраивать тариф под себя очень понравится нашим абонентам. Во-первых, это удобно. Каждый абонент может выбрать то количество минут, гигабайта и дополнительных опций, которые ему нужно. И, во-вторых, это очень выгодно. В этом случае абонент платит только за тот набор услуг, который он выбрал в своем пакете. Чтобы настроить свой идеальный тариф, достаточно зайти на сайт оператора и с помощью простой навигации выбрать нужное количество минут и гигабайт. И ваш идеальный тариф готов. Вот и Венера настроила тариф под себя. Теперь и минут, и гигабайтов всегда хватит. Впрочем, если к концу месяца Венера не используют часть услуг из пакета, они по-прежнему переносятся на следующий месяц, а неиспользованные минуты всегда можно обменять на гигабайты. Продолжаем программу и возвращаемся к детской теме. Рисование – это любимое детское занятие. Вот даже очень маленький ребенок, взяв в руки шариковую ручку, карандаш, фломастер, даже порой мамину помаду, хочет украсить, но все, что под руку попадется. И журнал, и обои в комнате, и пододеяльник, все что угодно. Рисует пару каракулей, и потом ребенок утверждает, что это папа или мама. Дети рисуют все, что замечают вокруг, так они познают окружающий мир. И большинство наших фантазий, мыслей и мечтаний формируют с помощью изображений. Проявите фантазию, и вы найдите способ сделать процесс рисования забавным и полезным. Разнообразьте материалы, с помощью которых ваш малыш проявит свою фантазию. Чтобы не ограничивать возможности малышей выражений и впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного набора изобразительных средств и материалов. Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы занятий с детьми, а также материалы, которые они используют, тем интенсивнее станут развиваться детские художественные способности. Нетрадиционные техники рисования — это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. В сегодняшнем видео мы покажем вам пять техник рисования с помощью подручных материалов. Обращаем ваше внимание, что мы только демонстрируем возможности того или иного предмета в дуэте с красками, поэтому используем уже практически готовые рисунки. А вам предлагаем вдохновиться и творить с детьми, не ограничивая их рамками. Для первой техники мы используем губки. В детских магазинах продаются специальные наборы, но стоят они недешево. Аналогичное приспособление можно сделать из обычной губки для мытья посуды, разрезав ее на несколько частей. Еще один отличный инструмент для рисования – ватные палочки, которые отлично заменяют кисточки для рисования, но в то же время помогают делать фигурные кружочки и тонкие линии. Нитка-бечевка – очень фактурный материал, который оставляет прекрасный отпечаток на бумаге. Обязательно попробуйте! Сам клочок мятой бумаги тоже прекрасно подходит для рисования. У нас получилось яркое фруктовое мороженое. И последний на сегодня инструмент – одноразовая вилка. Мы сделали травку, а вам предлагаем нарисовать причудливого ежика с милыми иголками. Экспериментируйте и творите со своими детьми. Возвращаясь к теме фантазии, на что только не идут родители, чтобы развлечь своего малыша. Доброе утро! Это традиционное время гороскопа в нашей программе. И мы приступаем к предсказаниям астрологов. Сегодня Овна ожидает во всех отношениях добрый и удачный день. Весенние надежды оправдаются, поэтому можно смело браться за все новое. В финансовом плане нужно быть экономнее, а также раздавать все имеющиеся долги. Да, долги всегда нужно отдать. Тельцы, вам обещают везение и карьерный рост. Вы почти на вершине горы, стоит лишь проявить терпение. Зато в любовной сфере нужно спуститься с небес, чтобы не давать ложных обещаний. Избранник ждет от вас реальных поступков, а не красивых слов. Ну, в общем-то, как всегда от мужчины. Конечно. А почему? Ты думаешь, что тельцы только мужчины бывают? Близнецы. Сегодняшний день стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым, неутомительно надежным способом пополнения энергии. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность шикарный гороскоп для Близнецова. Раком гороскоп предсказывает непредсказуемость в личной жизни, которая морально угнетает и тащит назад. Постарайтесь быть менее мнительными. И еще. Настройтесь на рабочий лад. Дел сегодня будет много, и их лучше не откладывать. У нас гарабочей недели. Лев будет непреклонным, что помешает связать судьбу с человеком, который ему очень нравится. Если вы не измените поведение, то потом сами будете страдать и мучить себя подозрениями, что шанс свой вы безвозвратно упустили. Девы, сегодня ваш день. Было бы желание, а уж возможности силы у вас найдутся. Придется срочно чего-нибудь выжелать, но не пропадать же даром такому дню, когда вы практически всемогущий. Брюс. А теперь рассказ о том, что о здоровом питании детей заботятся не только родители. Сами подростки думают о своем здоровье. Это показали вдумчивые вопросы, что они задавали на встрече с диетологом в одной из наших казанских школ. Доброе утро, друзья. С вами Гульнара Махмутова. Деловой завтрак. Департамент продовольствия пригласил нас сегодня в кафе «Рита в ритме». За окном весна. Самое время поговорить о правильном питании. У нас в гостях диетолог Луиза Губаева. Луиза, доброе утро. Очень часто в последнее время мы слышим слово «диета». Скажите, пожалуйста, как врач-диетолог, вы часто придерживаетесь какой-либо диеты? Я бы даже не назвала это диетой. Я бы сказала, что это правильное питание. Я за правильное питание, чтобы это было постоянно в вашей жизни, чтобы это было сбалансированное здоровое питание, но по возможности ежедневно. У нас сегодня в гостях на нашем завтраке старшеклассники гимназии 94. И вот как раз о правильном питании наверняка у них масса вопросов. Сколько воды должен потреблять обычный человек в день? На самом деле пить нужно по потребностям. И потребность жидкости у каждого своя. Кому-то вот действительно нужно 2 чашки воды в день, а для кого-то нужно 5 литров. И там будет норма, и здесь будет норма. То есть вы пьете по потребностям, опережая чувство жажды, но пить не забываете. Как можно компенсировать последствия весеннего авитаминоза? Я считаю, что витаминный статус нужно корректировать постоянно. То есть держать в уме о том, что необходимо принимать дополнительно какие-то витаминные комплексы. Но чтобы это было грамотно, я рекомендую сначала сдать анализ крови или волоса, определить свой микроэлементный статус. И уже прицельно работать по тем микроэлементам и витаминам, в которых конкретно ваш организм испытывает недостаток. Мне не очень нравится понятие весеннее авитаминоз. Вот я действительно за то, чтобы постоянно в течение года вы контролировали свой пищевой рацион, обогащая его витаминами. Я активно занимаюсь спортом. Скажите, что необходимо дополнить в мой рацион? На самом деле подростки-спортсмены испытывают большие физические нагрузки. И в связи с этим вам надо контролировать калорийность вашего рациона. То есть ее нужно усиливать. Есть основные моменты, на которые нужно обратить внимание. То есть вам надо обогатить ваш рацион хорошим количеством белка. У вас должны быть в рационе хорошие полиненасыщенные жирные кислоты. То есть это растительное масло, рыба. Вам нужно добавить в рацион хорошие медленные углеводы, которые вам дают медленно раскладываясь, дают постоянный выброс сахара в кровь, и у вас постоянно идет энергия. Вам нужно откорректировать ваш режим питания и тренировок, так чтобы не было большого разрыва между тренировками и приемом пищи. То есть вы не идете голодным на тренировку, и после тренировки вы, опять же, большой промежуток времени между приемом пищи не допускаете. Скажите, а чем можно заедать стресс? Если человек заедает стресс, ему надо предложить какую-то легко доступную альтернативу. По статистике на первом месте чтение. Если, например, вы взяли какую-то интересную увлекательную книгу, то через несколько минут вы уже следите за приключениями, допустим, Роберта Лэнгдена, в книге Дэна Брауна, например, и смотрите, какие там с ним приключения будут происходить. Вы отвлекаетесь. На втором месте в топ-тройку входят прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и, на самом деле, общение с позитивными, хорошими товарищами. Поэтому дружите с такими. Вообще, на самом деле, нужно научиться справляться стрессом без заедания. Друзья, департамент продовольствия приготовил нам сегодня к завтраку очень вкусные и полезные блюда. Всем приятного аппетита! Наш деловой завтрак подошел к концу. Спасибо большое, Луис, за интересную беседу. Желаем нашим старшеклассникам отличных оценок, от телезрителям хорошего дня. К сожалению, в наше время все чаще и чаще счастливая семейная жизнь двух людей омрачается известием о том, что один из них страдает, один из супругов страдает бесплодием. В связи с этим большое количество супругов желает усыновить приемного ребенка. О психологических особенностях при усыновлении говорим мы этим утром с Ксенией Тружковой, замдиректора Центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Казани. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Усыновление – очень ответственный шаг. И мы предполагаем, что подготовительная работа очень серьезная проводится. И собеседование с родителями, и изучение их финансово составляющей. Да, вообще, какая подготовительная работа идет? Да, на самом деле принять семью ребенка – это очень ответственный шаг для каждого человека, для взрослого человека. Потому что они берут на себя всю ответственность за дальнейшую жизнь и судьбу этого ребенка. На сегодняшний день существует обязательно подготовка граждан, те, кто изъявили желание взять в свою семью ребенка – это школа приемных родителей. То есть с 2012 года каждый гражданин должен пройти подготовку. Программа включает в себя три блока – социально-юридический, психолого-педагогический, медицинский блок, где как раз-таки люди имеют, так сказать, возможность оценить все свои силы, ресурсы, взвесить все за и против, понять, нужен ли им на самом деле ребенок. Но ведь отбирается туда, наверное, не любой, кто захочет, скажем так. Все равно есть какие-то критерии отбора. Нет, пройти подготовку может любой гражданин, изъявший желание. Он обращается в органы опеки по месту жительства, берет направление в школу приемных родителей и приходит уже. А вот когда записываются граждане в школу приемных родителей, конечно, там обязательно условие – это собеседование. Вот уже на первом собеседовании мы можем какие-то риски обозначить для человека. То есть увидеть сильные стороны человека, увидеть слабые стороны. Потому что на самом деле иногда люди, у них есть такие завышенные ожидания, или розовые очки, например. Они думают, что в детском доме сидит ребеночек, который ждет родителей, маму и папу, плачет. И вот они придут, его счастливят, и все будет замечательно. На самом деле там очень много подводных камней, и нужна очень тщательная подготовка. А как идет отбор уже родителей? Отбор родителей осуществляют органы опеки. То есть они несут контролирующую функцию. Гражданам предъявляются некоторые требования, кроме прохождения школы приемных родителей, они должны предоставить справки о заработной плате, справку о том, что нет судимости, медицинских противопоказаний быть не должно. Характеристики с места работы. Также обследуют их жилищные условия у граждан, и уже после этого выносят заключение. Возрастные рамки? Есть ли какие-то... По возрасту ограничения? Требований, конечно, возрастных, таких не предъявляется. Ну, пенсионеры, вот, допустим. Пенсионеры тоже могут, да, просто там, конечно, им уже тоже обозначают риски. В любом случае смотрят и на их доход, и на их здоровье, да. Бывает такое, что, ну, бабушки и дедушки, например, могут взять под опеку своих внуков, например, да, то есть там нет таких требований, да. То есть если человек еще, в принципе, более-менее себя хорошо чувствует, то он может взять ребенка и опеку над ним. Медицинская, да, медицинская составляющая? Медицинская, да, конечно. Выносит вердик. Ну, финансовые тоже, все-таки, если пенсионеры, да. Мы попробуем представить себе первую встречу родителей и ребенка, как она происходит? На самом деле граждане, конечно, те, кто приходят на первую будущие родители, когда приходят знакомиться с ребенком, не очень волнуются. Это самый волнительный момент, и даже если мы на занятиях это все обсуждаем и проигрываем, как прийти познакомиться с ребенком, что ему говорить, что принести, что подарить, как себя вести, как себя представить. Конечно, родители, когда приходят, они очень теряются, очень волнуются. Но дети тоже наверняка, или дети более непосредственные? Ну, вы знаете, тоже тут очень по-разному. Дети тоже все индивидуальны. И бывает такое, что какой-то ребенок может пойти и сесть на коленочки к родителям, а кто-то может и спрятаться под стол, например, и там бояться вообще идти на контакт. То есть тоже все очень индивидуально. Да, понятно, что каждый ребенок тоже отдельный человек со своими проблемами, интересами и так далее. Да, вот мне интересно, как идет отбор детей и родителей. Там же все равно какие-то вот... Существует федеральный банк данных детей и сирот, где будущие родители могут ознакомиться с детками, которые вообще есть, с детьми-сиротами, например. Например, подбором детей у нас в республике занимается Центр усыновления, Республиканский Центр усыновления. Граждане туда обращаются и уже по фотографии могут посмотреть, например. Они задают определенные параметры. Например, кого хотят, мальчика или девочку, какой возраст хотят. Внешность, опять же, чтобы она приближена была, наверное, да? Да, то есть такие требования тоже они могут определить, например, цвет волос, цвет глаз, да? Но мы всегда говорим о том, что если чем больше требований гражданин, так сказать, предъявляет будущему ребенку, тем он себе сужает поиск. Например, если гражданин извил желание взять ребенка от ноля до месяца, да, то ребенка уже там двух-трех месяцев ему могут не предложить. А по сути, какая разница, не очень большая разница, да? Поэтому на занятиях школы приемных родителей вот эти моменты мы все обсуждаем, да, для того, чтобы граждане могли получить, ну, более расширенную информацию и больше возможностей. Представим, что все сложилось хорошо, родители, ребенок друг друга полюбили и стали одной семьей большей. Нашли друг друга, да. Нашли друг друга, да. Отслеживается ли потом взаимоотношение родителей и детей? Каким образом? При разных формах семейного устройства, да, идет контроль, конечно же. При усыновлении за семьей наблюдает в течение трех лет, при такой форме, как приемная семья, то есть несколько форм существует, да, там на протяжении всего пребывания ребенка в семье. То есть органы опеки могут прийти в семью, позвонить, спросить, как чувствует себя ребенок, как складываются у них взаимоотношения. Так, ну и в каких случаях органы опеки могут отказать в усыновлении? Или, может быть, усыновление уже произошло, но, да, ребенок по каким-то причинам может... Ну, если усыновление уже, например, произошло, да, это, конечно, очень грустный факт, но если в семье присутствует жестокое обращение над ребенком, да, то в таких случаях могут ребенка изъять из семьи. Это, конечно, бывает крайне редко, но такие случаи бывают, да. А отказать гражданам могут, ну, если у них есть наличие каких-то серьезных заболеваний, например, да, и вот по каким-то требованиям, которые органы опеки предъявляют, да, то есть какие-то справки они не смогли предоставить, да, у них нет жилья, то есть маленькая жилищная площадь, например, когда-то ранее была судимость, вот эти критерии, конечно же, могут влиять. Мнение ребенка, мнение ребенка, вот что важно, может ли ребенок отказаться от приемных родителей еще до усыновления, да, или уже находясь в семье? До 10 лет согласие ребенка не спрашивают, согласие ребенка спрашивают с 10 лет, хочет ли он пойти в конкретную семью. Так, а то есть уже во время усыновления, ну, вот некомфортно ему, ребенок жалуется, либо убегает, либо... Ну, это крайне редко бывает, такое бывает, но желание ребенка в этом случае тоже учитывается, ну, очень редкие случаи, когда ребенок может сказать, я не хочу проживать в этой семье. Ну, давайте закончим на хорошей ноте, Ксения, подтвердить. Дети счастье, правда? Конечно, счастье. Дети – это здорово, тем более есть замечательная штука под названием детская логика. Именно детской логике посвящена наша следующая рубрика «Внимание». Мы вас каждым поездной! Самые грязные на земле – это Нехачуха. Мальчик, который не любит умываться, он не слушается маму и становится все грязнее и грязнее. А если девочка не будет умываться, то она тоже станет грязной Нехачухой. Бабу Ёжкой. Самая грязная на земле – это хрюшка. Она грязная, потому что очень-очень любит грязь. И она туда залезает, потому что очень-очень любит есть грязь. А если ее помыть душем, то она будет розовой, чистой. Почему же ты такая грязная хрюшка-грязнушка? Самая грязная на свете – это мусорная свалка. Там пахнет, что закрываешь нос. Еще там волну ляльца, коробка из плод молока, сломанные игрушки, пакеты с мусором. А когда мусор перерабатывают, запаха нет. И он превращается в грязную воду. Самая грязная – это луза и клякса. А если в небе засунуть луки, то луки будут грязными. А если луками потесать живот, то живот будет грязный. И чтобы баба не лугавит, надо обязательно умываться. И ты, тисчиняк. Знаешь, я бы еще добавила. В эти дни самые грязные – это водители. Так что, поздравляю, коллега, мы с тобой признули. Машины пока можно не мыть, тем более, что да, погода прямо сейчас. Тем более, что сегодня в Казани плюс два, плюс три днем, облачно, и, возможно, снег. Мокрый снег, мокрый снег. Ну и кроме этого, ночью синоптики обещают температуру минус пять, минус шесть. Кошмар какой-то, мы не верим в это. Да еще и магнитную бурю обещают. Так что крепитесь, крепитесь, но завтра все пойдет уже на лад. Будем надеяться. И потеплеет, и будет солнечно. Будем верить, сейчас реклама, и потом продолжим нашу программу. И снова здравствуйте. Как подогреть чувства любимых друг к другу, и как освежить семейные отношения? Ответ прост – совместные занятия спортом. Да, они помогут паре сблизиться и обрести еще большую уверенность в родном человеке. А также с помощью спортивных тренировок можно укрепить здоровье. Кстати, эффективность парных занятий спортом недавно экспериментально доказали ученые. Парная тренировка Парная тренировка – это отличное совместное времяпровождение, общее хобби и еще одна возможность совместить приятное с полезным. Скручивание Сядьте напротив друг друга. Поднимите корпус за счет силы мышц пресса. На каждый повтор касайтесь ладони вашего партнера. Выполняйте упражнение в течение одной минуты. Планка плюс отжимания с хлопком Один из партнеров принимает упор на колени, руки прямые, ладони под плечами. Его задача – отжиматься, почти касаясь грудью пола. Второй партнер становится в планку, удерживая спину ровно, а пресс в напряжении. Упражнение выполняется в течение одной минуты. Дай пять Примите упор лежа напротив друг друга на таком расстоянии, чтобы дотягиваться до партнера вытянутыми руками. Отжимайтесь, а при подъеме давайте пять партнеру правой рукой по левой руке. Теперь сделайте второе отжимание и дайте пять уже левой рукой по правой руке. Сделайте по десять повторений на каждую руку. Приседания Встаньте напротив друг друга и возьмитесь за руки. На вдохе сделайте скрестный выпад назад. Вернитесь в исходное положение и удерживая друг друга руками, присядьте, сгибая ноги в коленных суставах до угла в девяносто градусов. Подъем ног Партнер внизу выполняет классические подъемы ног. Поясница прижата к полу. Для опоры необходимо обхватить ноги партнера. Задача второго партнера – толкать ноги вниз, как только они достигнут прямого угла. Это позволяет создать дополнительное сопротивление и отлично проработать нижний пресс. Тренируйтесь и будьте в форме! Вот как ты думаешь, куда он ее понес? Ну, очевидно, что после совместной тренировки нужно... На кухню! ...нужно покушать, да, естественно. Поэтому кулинарную тему и продолжим. Тортилья – тонкая хлебная лепешка, выпекаемая из пшеничной или кукурузной муки, очень популярной в мексиканской кухне. В Мексике тортильи являются одним из национальных блюд. Индейцы выпекали их с давних времен, а современные названия им дали испанские конкистадоры, которыми... которые эти лепешки напоминали традиционные испанские омлеты. В нашей кулинарной рубрике мы предлагаем рецепт роллов из тортильи с весьма оригинальной начинкой, надо сказать, на любителя. Кроме ветчины и куриной грудки, там есть консервированные ананасы, поэтому роллы получаются по-гавайски. Попробуйте и оцените. Для приготовления роллов по-гавайски вам понадобится 1 куриная грудка, 100 граммов ветчины, 2 лепешки тортильи, 100 граммов консервированных ананасов, 1 сладкий перец, 4 столовые ложки томатной пасты, 10 граммов моцареллы, можно в твердом виде, 2 столовые ложки оливкового масла, соль, орегано в сушеном виде, халапеньо по вкусу. Куриную грудку посолите и приправьте орегано. Сбрызните маслом. Пожарьте или запеките в духовке. Подготовьте начинку. Ветчину и болгарский перец нарежьте соломкой. Кольца ананаса кубиками, халапеньо очистите от семян и также нарежьте соломкой. Готовую куриную грудку нарежьте на небольшие кусочки. Тортильи смажьте томатным соком и выложите на них начинку. Сверните в плотные роллы и еще раз обжарьте на сковороде гриль. Приятного аппетита! Поменяем тему, но тоже где-то около еды. Потому что нам важны же еще и запахи, да? Запахи. О том, чтобы исправить форму носа, задумывается каждый второй человек на нашей планете. Но на радикальную коррекцию решаются немногие, ведь хирургическая ринопластика радикальна. И после нее обратной дороги уже не будет. Именно поэтому совместными усилиями медиков и косметологов был изобретен совершенно новый метод коррекции носа. Безоперационная ринопластика. Это стойкая, но временная коррекция формы носа. Как это делается, узнаем из следующего сюжета. Многих людей не устраивает форма носа, но не все решаются на ринопластику. И часто возникает вопрос, можно ли исправить нос без операции. Да, можно. Есть безоперационная ринопластика, которая уберет ряд ваших проблем. Это горбинка носа, асимметрия носа. Либо нос, например, смотрит либо влево, либо вправо. Это все убирается без операции, без отеков, без синяков. Эта процедура всего занимает 15 минут. И через 15 минут вы уже увидите свой новый красивый нос на вашем гармоничном лице. Приступим тогда. Инъекционная ринопластика – это способ безоперационной коррекции, когда форму носа исправляют инъекциями. У нас применяется препарат на основе гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота сама по себе очень безопасна для организма, потому что у нас она есть в клетках. Гиалуроновая кислота колется до горбинки, то есть в эту часть. Процедура у нас проходит в трех этапах. Первую часть мы уже сделали. Сейчас мы переходим на вторую часть. Сейчас мы делаем третью часть. Это в кончик. Инъекция в кончик носа делается для того, чтобы его приподнять, чтобы он стал уже и более гармонично смотрелся на лице. Противопоказаниями к проведению безоперационной ринопластики являются наличие онкологических заболеваний, склонность к аллергическим проявлениям, период беременности и кормление грудью. Преимущества безоперационной пластики носа. Доступная стоимость после коррекции нет шрамов и рубцов, нет отеков и синяков. Эффект достигается за одну-две процедуры. Процедура безболезненна. 14 апреля Казань присоединится к замечательной акции, к восьми городам, где пройдет пятнадцатый по счету тотальный диктант. Сатарстане проверить свою грамотность можно будет более чем на 50 различных площадках во всех городах республики. Об особенностях тотального диктанта в этом году говорим с профессором, директором Высшей школы Института филологии, Института русской и зарубежной филологии. Межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, Резидой Мухаммедшиной. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Резид Афаэль, мы начнем с того, как принять участие в тотальном диктанте, что нужно сделать, зарегистрироваться. Чтобы стать участником акции «Тотальный диктант-2018», нужно пройти электронную регистрацию на сайте «Тотальный диктант» totaldict.ru. Нужно пройти регистрацию до 12 апреля включительно и выбрать себе площадку. Главной площадкой для акции «Тотальные диктанты» этого года становится Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета, потому что 2018 год объявлен президентом республики Татарстан годом Толстого, и Казанский федеральный университет также объявил этот год годом Толстого. Поэтому ждем всех на площадке по адресу Татарстана, дом 2, Казанский федеральный университет. Все пишут диктант очно или можно заочно тоже? Есть и заочная форма, но сама акция, она такая общественная, публичная, и естественно читают диктант медийные лица, писатели, журналисты, художники, артисты, и принять участие очное, мне кажется, это событие в жизни каждого человека. Да, и тем более в этом году диктант, это, наверное, повод для особой гордости именно для татарстанцев, потому что текст написала наша землячка Гузель Яхина. Вот что это будет, какое произведение? Отрывок из какого произведения? Конечно, Гузель Яхину знают в Казани, в республике Татарстан, в России, за пределами России. И с ее романом Зулейха открывает глаза. Но диктант, текст для диктанта был специально написан Гузель Шамилевной Яхиной, кстати, она выпускница Казанского федерального университета, был написан по материалу ее второго романа, который посвящен тоже этнокультурным особенностям российских народов, российским немцам. Пока еще текста никто не видел. Будем открывать конверт. Это самый интересный вопрос был, да. Не узнаем. Вчера, кстати, в программе «Вечерний Ургант» уже писали диктант, между прочим, там Гузель Яхина была в качестве гостей, она из романа «Твои дети», по-моему. Да, да, да. По опыту прошлых лет. Кто пишет диктант? Возраст, какой-то социальный слой, может быть? Это вообще, мне кажется, феномен, этот диктант тотальный, потому что самые разные возрасты. Мы проводим тотальный диктант уже не первый год, и мы видим разную возрастную и социальную аудиторию. Это и люди преклонного возраста, причем даже есть люди, которые приходят с помощью детей, внуков. То есть, ну, такой уже возраст очень достойный уважения. Это и молодежь, это и студенты, это и школьники. Мне кажется, они не особо-то вот так вот к диктантам относятся, в силу того, что еще учатся, и у них это периодически бывает. Ну, вы знаете, молодежь, она ведь такая очень прогрессивная, амбициозная, они хотят проверить свои знания. Азартная. Да. А слабо? А могу я? И поэтому школьники также принимают участие. Тенденция. У нас люди становятся грамотнее или все становится хуже? Ну, вот даже по акции «Тотальный диктант» можно видеть, как интерес к грамотному написанию, к грамотному говорению, к нормам русского языка возрастает. Но, наверное, молодежь понимает, что без знаний русского языка, без пунктуационной орфографической грамотности они не смогут стать конкурентоспособными. Любому работодателю нужен человек грамотный во всех отношениях. И молодежь это прекрасно понимает. Да, они могут в СМС-сообщениях делать пунктуационные ошибки, но в своей профессиональной деятельности они должны быть грамотными. Ну и 15-й год уже проходит «Тотальный диктант». Есть еще какие-то наблюдения интересные, вот с точки зрения уже исследователей, да, ученых? Да, как филолога. Удивительно, что самыми распространенными ошибками остаются одни и те же орфограммы. Например, одна и удвоенная «н» в суффиксах «причастие» и «прилагательное». Хотя мы, Казанский федеральный университет, институт филологии проводят подготовительные курсы к «Тотальному диктанту» русский по пятницам. То есть каждую неделю в пятницу по адресу Татарстана-2 собирается аудитория, которые прям вот как спортсмены, да, они целенаправленно готовятся к «Тотальному диктанту». Но несмотря на это вот лидирует эта орфограмма. Конечно, очень много ошибок пунктуационных. Это обособление, приложение, определение, вводных частей. Это раздельное и слитное написание, написание с дефисом. Ну, в общем-то, остается русский язык таким вот могучим, великим. И ему можно учиться, русскому языку можно учиться всю свою жизнь. Вроде как много ошибок, да, получается. Но ведь мы помним, что язык – это не математика. Язык – это живая структура, которая постоянно меняется. Как меняется язык вот за последние, ну, наверное, лет 5-10, да, когда активно очень развиваются гаджеты, соцсети и так далее, интернет? Язык, конечно, это живая субстанция. И у него есть какие-то внутренние законы, совершенно, может быть, даже не подвластные человеческому разуму. Сегодня группа ученых, конечно, пессимистов, они говорят, ой, трагедия, язык умирает, очень много заимствований из английского языка. И молодежь почему-то склонна к сокращениям, очень много аббревиатуры. Но, вы знаете, такая проблема была во все времена, и в 18 веке, и в 19 веке. И все равно язык существует, развивается, и все ненужное он выталкивает, а все то, что не противоречит его внутренним законам, он принимает. Ну, звучит очень оптимистично. Да, 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 межкультурная коммуникация делает нас всех богаче. 11 и 12 апреля еще можно зарегистрироваться для того, чтобы поучаствовать в тотальном диктанте. Мы вам это напоминаем. А сам диктант состоится 14 апреля. Прямо сейчас Камила Хакимулина нам расскажет, что интересного происходит в Казани сегодня. Доброе утро. Сегодня 11 апреля, и с вами Камила Хакимулина. Неделя в самом разгаре. Можно сказать, еще и экватор весны. Вечером Казань посетят много замечательных гостей. Внимание к сюжетам. Ирина Хакамада. Эмоциональный капитал, как эмоции превратить в доход. На мастер-классе вы узнаете, как эмоции превратить в доход, как заниматься только тем, чем действительно нравится, как преуспеть в эпоху турбулентности. В Казани начинается восьмой международный фестиваль «Рахлинские сезоны». Сегодня прозвучат произведения Равеля, Чайковского, Дебюси. Солист Сергей Крылов, дирижер Кристофер Чен. Вечер получается просто великолепным. Для любителей тяжелой музыки у меня есть тоже отличная новость. Концерт группы «Форрод Вейв». Ребята играют МДМ с примесями фолка и электронщины. Они делили сцену с монстрами металла, а теперь выступят в Казани. Не пропустите. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего. Но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Пока-пока. Ну, а мы вам в этом поможем. Поможем, да, потому что у нас вторая половина гороскопа. Весы, поможет, да, на них остановились. Итак, весы. Сегодняшний день не из тех, которые можно без особого сожаления потратить впустую. Нынче вам будет предоставлено огромное количество разнообразных возможностей, и упустить их было бы непростительным расточительством. Скорпионы, чем легче вы будете сегодня воспринимать происходящее, тем больше будет вероятность удачного разрешения ваших дел. Стрельцы, сегодня вы вполне можете стать причиной чьего-то счастья. Главное – найти объект для приложения своих сил. Что может быть лучшей наградой за прожитый день? Козероги, у вас возможны свидания, любовь с первого взгляда и приятный сюрприз. Если денежные запасы позволяют, то можно пройтись по магазинам. Дорогое приобретение придаст оптимизм, особенно если покупка окажется действительно полезной. Хочу быть козерогом хотя бы сегодня. Попробуй, попробуй. Водолей, вам нужно так распределить свое время, чтобы его хватило на все, что запланировано заранее. А еще день хорош для перемен любых. Если не можете придумать ничего лучшее, измените, ну, хотя бы прическу. Почему бы и нет? Ну и, наконец, рыбы, ваш день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные накануне, лучше отложить, ибо переделать их не удастся. Оставьте их на лучшие времена. Ну что ж, все на сегодня. Завтра в 8.10 на ТНВ снова встретимся. Программа «Здравствуйте». Сегодня с вами были Светлана Звонарева. Влад Портнов. И завтра увидимся вновь. Пока-пока. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»